В последнее время все чаще убеждаюсь в правильности данного вывода, чем ближе к рах империи, тем безумнее ее законы, цитату приписывают Цицерону, однако кто является ее автором в действительности, да бог его знает, а впрочем он и не важно, потому что сказать хотел совсем о другом, вы ведь наверное как и я заметили об адекватности наших элит, ну или тех кого мы таковыми ошибочно считаем, говорить больше не приходится. Теперь уже от слова совсем, в какой-то момент абсолютный бред стал нормой для чиновников, депутатов, общественных деятелей, звезд шоу, бизнеса, пропагандистов и прочих прикорытников. Тварь, мерзость, ничтожество, которым носились как с писаной торбой. Молодежь, это не молодежь, это г***но. Ну хорошо, за деньги расстреливать наверное не стоит, а вот отнять у них кредитки, на которые они получают деньги и заставить их сожрать, не знаю, выселить их из квартир, которые, ну вот что-нибудь такое, вот в духе нашего старого доброго гулага, например, а вот они ждут же гулага, ну дайте им гулага, например, чтоб шуба завернулась. Мы все придем и всех вас убьем. Алексей Александрович, это журналисты. А мне наплевать. Пропагандисты. А мне наплевать. Но так не надо. А мне наплевать. Ну что же, очень интересный случай. Санитары. Но хрен бы с ним, мы это терпели. Многие думали, пускай истерят. Ну хотят товарищи выглядеть идиотами, посмешищем, плакаем в руки, ветер в горбатую спину, меня оно не касается. И ладно, тем более, что не такая большая проблема избавиться от данных карикатурных персонажей. Выключил ящик и все. И мозг отдыхает. Вот только однажды вся эта злоба и ненависть перестала быть абстрактной и ее перенаправили на нас. Конкретно на нас, на россиян. Не на каких-то там мифических врагов из условного НАТО, о которых эти врут с утра до вечера на нас с вами. Это ведь мы их враги, это с нами, они воюют на самом-то деле, это нас. Граждан России вот эти упыри готовы рвать зубами и уничтожать. В радиоактивный пепел. В радиоактивный пепел. Вот именно. Это все про нас, про россиян и про всю нашу огромную страну, на которую им плевать на самом-то деле реальная журналистика. Сейчас остановимся на ООН подробнее. Поехали. Так о чем мы, о том, кто для них на самом деле является врагом, ну давайте анализировать. Итак, сначала они боролись с несистемной оппозицией, визжали это предатели, которые за деньги в госэдепо мечтают осуществить госпереворот, захватить власть и разрушить великую Россию. Дайте время. Мы их победим и как заживем. Как вы относитесь к Алексею Наваловному, его деятельности и почему вы не упоминаете его фамилию и имя, когда отвечаете на вопросы про него? Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную поездку дня, даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога. Сильное заявление. Итог, иных уж и нет, а те далече и что-то изменилось. Да не изменилось ни хрена, зато объявили охоту вообще на любых несогласных. В средстве чего в России, как грибы, после дождя начали появляться иноагенты. Экстремисты, террористы, нежелательные организации и прочие исчадия ада, причем в геометрической прогрессии, появляться-то они начали. Напомню, что это пакетный законопроект, целью которого является повышение эффективности регулирования института иностранных агентов. При подготовке законопроекта, в котором в России поступило 19 поправок, все они рекомендованы комитетом к принятию. Сколько можно, еб? Когда этих несчастных распугали, случилось 24 февраля, и у нас новая когорта врагов образовалась. Вышел кто-то на улицу с антивоенным плакатом «Враг». Буква «З» человеку не нравится «Враг». Иностранные телеграм-каналы читают «Враг». Причем в данном конкретном случае всем вообще стало пофиг, за красных человек или за белых. Может он вообще аполитичен или ребенок еще плевать. Враг и все давить такую гадину на корню, ну давайте вспомним хотя бы вот эту вот. Абсолютно дикую, на мой взгляд, историю тульской шестиклассницы Маши Москалевой и ее отца, коих объявили врагами просто за детский школьный рисунок. Пришла полиция в квартиру, ну забрали его. А что ты документы какие-то представили, что ты сказал? Нет, просто. Сказали на выход, да? Да, он на работу пошел, потом опять пришел. Скажи, а как ты там ни руки не выкручивал, ничего никого носили, не было все нормально? Нет. Но применения было тут, они зашли как-то. А тебе что сказали? Ну что сейчас опеку вызовут. Нет слов. Я, к слову, в позапрошлом выпуске приводил статистику. 7,5 тысяч дел в России возбуждено за последние полтора года по статье о дискредитации армии. Из них порядка 150 это дела уголовные. Вдумайтесь в эти цифры. А теперь ответьте честно, не мне, себе. Все эти граждане, они на самом деле враги? Да там 99%, особенно те, кого по административке загребли, случайные прохожие, которые репост в соцсетях сделали бездумно, в силу своей наивности и юридической безграмотности. Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная. Обмануть хотел. К этой статье, в принципе, любого россиянина можно прикрутить, поскольку формулировки в ней настолько размыты. Давайте вот этот пример абсурдный снова приведу. Болеешь против футбольного ЦСКА, центральный спортивный клуб армии, кто не в курсах? Все, блин! Вооруженные силы России дискредитируешь, подчеркиваю. Это абстрактный пример, фантастичный, дурацкий и глупый, но данную статью и так тоже можно вывернуть. Было бы желание. Гойда! Ура! Объясните мне, тупому, зачем нужно было принимать данный закон в таком виде еще раз? Это закон, по которому можно привлечь даже мою полуторагодовалую дочь, несмотря на то, что она все еще не говорит толком мя-вя, папа-мама. Вот и весь ее словарный запас. Или вы думаете, и те, кто данный закон в таком виде принимал и применяет, не знают, насколько он дырявый? Да ладно, серьезно! Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике. Алиргархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Что он сказал? Не знаю, если честно, зачем этот фрагмент сейчас вставил. Да просто говорит тот президент очень хорошо, красиво. Хотелось просто немножечко отвлечься, встряхнуться, что ли. Ну да, мы продолжаем. Ладно, возвращаемся к тому моменту, на котором отвлеклись. Объясните мне, тупому, зачем нужно было принимать данный закон в таком виде? Или вы думаете, и те, кто данный закон в таком виде принимал и применяет, не знают, насколько он дырявый? А тут, по-моему, все очевидно. Ребятишкам оттуда очень нужны деньги, особенно в свете имеющихся политических, экономических и финансовых проблем, причем как у страны, так и у них лично. От власти они тоже не собираются уходить, и все эти истории тесно переплетены меж собой. Дабы оставаться у власти и нравиться ватникам, нужно пополнять бюджет, ну и собственную кормушку заодно. А где взять-то? У меня джип в Москве. Ну я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет одного рубля на дорогу? Вот именно, взять у нас с вами. У вас не будет одного рубля на дорогу. Мы ж теперь новая нефть. А как это сделать? Ну? Усилить репрессии, продолжить искать и назначать новых врагов, нахлобучивать этих врагов новыми штрафами. Схема-то известная. На ней все диктатуры всю дорогу держались. Здесь откройте интернет, почитайте, если интересно. Поэтому и повторяю, как попугай из выпуска в выпуск. Не тежьте вы себя иллюзиями. Мол, моя хата с краю. Нет. Твоя хата не с краю. Твоя хата на очереди. Эти не остановятся. Крайный идиотичен. Что это такое? Нет, кайный идиотичен. Это значит не идиот. Это значит не идиот. Правильно, я говорю. Крайный идиотичен. Что это такое? Даст из дебилистичен. Это правильно. Вот правильно. Ну вот. Аккуратнее с языком, молодой человек. Ну и чтобы не на грустной ночи. Вот как раз и пруф подходящий подвезли. В первую очередь для тех, кто все еще отказывается снимать розовые очки. Кто все еще отказывается интересоваться политикой. Кто все еще уверен, что его это не коснется. Ну потому что такой человек, например, дюже действующий режим поддерживает и обожает, кого надо обожает. А еще считает себя закоренелым патриотом и в принципе ничего такого против власти не говорит и не делает готовы. В Госдуме подготовили несколько поправок об изменениях в КУАП, касающихся существенного увеличения штрафов за неявку по повестке в военкоматы без уважительной причины. Штраф за это предлагается поднять с трех, по-моему, тысяч рублей сегодня до 50. Кроме того, не сообщение военкому об изменении семейного положения, место жительства или место работы тоже будет наказываться денежкой. 20 тыр как с куста, потенциальные мобилизованные. Для вас самый приятный месседж 500 тысяч, если на повестку оповещения не отреагируете. Хотя я напомню просто, что с недавних пор повесткой считается в том числе сообщение на сайте госуслуги по мобилизации тоже. И всем плевать. Увидел ты это сообщение или не увидел, платить в случае чего придется. Я хотел бы, чтобы мы все-таки все вместе ценили тот политический результат, в создании которого мы принимали участие. Уровень жизни, уровень доходов населения, он растет. А иначе бы здесь никого не было в этом зале. И я бы на этой трибуне не стоял. Уже бы другие люди заседали. Приехали. Добрый день. Притой. Финита ля комедия. Капута. Амба. Финальный. Заполил, я понял. Как думаете, вот это вот прелесть о новых штрафах. Она всех коснется, ей только настоящих врагов. Я это сейчас как раз патриотам вопрос задал. А впрочем, можете не отвечать. Патриотики, мне неинтересно. Все. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok